Праздник, посвященный 400-летию Люберес, шел с большим размахом. В Центральном парке поставили площадки, в которых проходили различные мастер-классы. Каждый желающий мог принять участие. Мы здесь, на территории героев, проводим мастер-класс «Сухой армейский душ». Используется абсолютно без воды. Используется материал дарнит. Используется специальная пенка, очищающаяся с пантенолом. Все это дело сюда заливается, закрывается. Кладется инструкция, полотенце для наших солдат. Радостный солдат, чистый солдат. Солдатам наборы с сухим армейским душем собирали в День города и взрослые, и дети. В соседнем шатре участники могли написать письмо или нарисовать рисунок. Все это будет отправлено на зону СВО в знак поддержки. Перед вами индивидуальная маскировка. Это штучный товар. И поверьте, вот это, вот такого дизайна, делаем только мы в Люберцах. Это наш люберецкий бренд. И еще то, что не все делают. Вот пояс из собачьей шерсти. А здесь мы вяжем, каждый все ручками своими вяжем и пришиваем. На территории детства для детей была специальная программа. Аниматоры, мастер-классы по созданию духов и танцевальные конкурсы. Это арт-терапия песочная. Мы рисуем с детками на песке, на световом планшете. Это очень полезно для развития детского, для межполушарного развития, фантазии, мстичности. Ну, в общем, в целом это терапия такая, успокаивающая и развивающая для деток. На территории знаний мастер-классы по лепке из пластилина и музыкальные опросы. На территории молодежи проходила конференция с приглашенными спикерами по продвижению киберспорта в Люберцах. Лотерея с розыгрышем специальных призов. Люберчане принимали участие в плетении праздничной инсталляции, посвященной 400-летию города. Территория культуры продемонстрировала самостоятельные костюмы и ростовых кукол. Представили талисман библиотеки читающего кота. Самый главный читающий код. Нахраняет наших читателей. Он им приносит интересную информацию, показывает новинки книжные. И очень много интересного для наших читателей он приносит. В завершении можно было зайти на территорию Триумфа и вблизи рассмотреть вертолет Ми-17.